приветствую дорогие друзья на связь снова рашид гаррифулин начинается новый рабочий день называется и нужно ехать в офис точнее нет не в офис а в транспортную компанию встречать груз потому что сейчас вот братишка позвонил ты горит где их нам нужно срочно нужны срочно руки потому что не хватает а у нас когда груз обычно из китая приезжает ребята берут каршеринг и все вместе отправляются встречать вот и там получается никита женя рамиль марсель там братишка тоже иногда я подъезжаю вот сегодня гордники нет приехать не сможет а женя тоже говорит не сможет потому что пока с детьми сидит и приехать нет возможности так что на подмогу выезжает рашид можно было конечно дома посетить спокойно и дальше монтажом заниматься видео до обычно конечно это мой товарищ делает но у него к сожалению в семье случилось горе мамы не стало и вот с 13 апреля он у себя в деревне так что я думаю не буду я человека отвлекать сам посижу время от времени вот и видосики попилю и помонтажирую но нет братишка играть срочно надо город транспортную компанию выиграть тебя ждем вдвоем город только груз снова встречать не очень удобно так что надо выехать и немного помочь и посмотреть что у нас интересного там пришло потому что вот недавно партия пришла на получается четверть тонны вот на этой неделе мне кажется будет еще достаточно много приходить потому что в москве много груза отметилась то что они уже выехали в сторону казани транспортной компании у нас казани погода сегодня что-то пасмурное пару дней назад снег прям валил полтора дня можно сказать а сейчас вот это все тает вот что называется сегодня что у нас 18 или 19 апреля вот такая вот слякоть кстати парке у нас вот там парк находится часто ребята там а говорят о привет рашид там спрашиваешь у тебя такой в один день думаю как что это за прикол такой оказывается нет но я горд подписчик твой на ютубе большое спасибо город за видосы классный город мотивируешь вот и просто пообщались как дела как успехи как дела с продажами на каких маркетплейсах продаете поговорили общались интересно я кстати пару раз тоже в комплекте да и в целом казани много раз ребята подписчики попадались интересно так общаться когда ты стоишь и тебе подходят и говорят привет рашид это ему привет а ты кто так что я думаю друзья когда подходите вы уже представляетесь ладно там меня зовут там владимир я занимаюсь продажами на этом маркетплейсе вот такие результаты примерно с удовольствием пообщаемся а то не случай такой был в клинику 9 месяцев здесь поехали с младшим ребенком там получается медосмотр все дела и тот парень подходит там начали общаться что рашид такой да да я говорю как-то этот чуть-чуть стесняюсь я просто иногда когда вот незнакомые люди подходят вы лучше представляйтесь вот сейчас кстати в голову мысль пришла брел круто было бы как на конференциях да а люди с бэджиками подходит а написано а пётр продвижение там 7 мм допустим social media маркетинг или там иван таргетированная реклама в инстаграме или фулфилмент или продвижение через яндекс директ ну или что-то в этом роде ну ладно жутки жутками надо ехать транспортная компания а то ребята наверно уже там без меня весь груз 3 леда разгрузили и сейчас а то сижу переживаю думал уже все братишка там с марселем поехали транспортную компанию груз разгружает встречает оказывается не только до горшеринга или доехали вот возьми горит собой нашего помощника хорами или родственника упаковщика вот я вам позвонил я гордовая спускайся здесь вот неподалеку сейчас зацеплю доедем пока документы будем оформлять из братишки конечно нам никто ничего не даст но пусть подготовит хотя бы да вот идет идет наш самый главный помощник как дела рамель сейчас победу сразу смысле чу решил заехать помочь потому что сил рук не хватает груз на 255 килограмм таки да . блин грязная конечно получилась находит но вчера потому что работаю очень много было я что туда ездил то сюда ездил а ты чё какой не брит это когда красивым больше даже на ночь работе жена тебя не ругай что такой не бритыш ладно дождем этих ребят на каршеринге не двинем туда я не вижу его ладно подождем да если присмотреться он там едет свою какую-то пластмассовую фигню как этот мини кальянчик да вредно курить говорят вредно да нет балуются же ребята особенно опасно вот такие вот штучки пластиковые горит особенно горит одноразовые ты же все завязал да и храмель я все маме расскажу вот у фариды им такая же фигня ладно вредно курить надо спортом заниматься больше понимаешь вот и марсель наконец-таки подъехал все братишка наруш там все оформил поехали за ним да все потихонечку уже до транспортной доезжаем тут конечно мешаться наверно не будем хотя 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 надо найти где припарковаться вмешаться наверно будем куда-нибудь сторонку надо все как говорится как белые люди переоделись перчатки взяли готовы на разгрузку погрузку пойдем посмотрим что тут приехала вот сколько груза где-то здесь и наш я думаю есть самая главная вещь взял но я один раз расходах увидел что фарид вот взял гвоздодер купил но долгое время на на этот на встрече груза я не видел этот гвоздодер на даче видимо сейчас сделал хоть пойдет прикольно кто-то даже он металл заказывает с рисунком определенным для чего это интересно смотри как это сделали все на станке каком-то рамиль умное предложение сделал хорошая давай горшеринг зайдем погреемся чугольцам ждать что-то долго груз найти не могут там и трак номера какие-то перепутали видим еще что-то паритов в панике уже ищет где где наш груз не уехал бы кто-то лишь бы не забрали потом по всей казани искать придется вот один из грузов подъехал наконец-таки ладно пусть пока другой груз ищут а мы этот откроем нож ключом только могу пока мы тут разгружаемся значит братишка поехал я гордо в офис а то говорит представитель банка приехать должен якобы юаньский вот я о том же юаньский счет мне в . банки открыть планах перчатки оставил помощник называется все часть груз закинули рамиль в ожидании следующей партии мало 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 огня все тебе мало много подавай да чтоб работы было много и заработал много дарами вот так вот молодежь она такая сейчас а вот еще подвезли коробочку сейчас еще наверно поедут искать надеюсь если что-то найдется это нас хорошо там помогает аппарат аппарат свалил обязательно вот это еще убрать надо утилизировать это с собой забрать не только за компьютером да помню мы собой заберем хочу хотите оставить себе нам не жалко если за бесплатно это будет пока тут лежит следующий поддон ждем да какие дела следующая партия подъехала сейчас еще коробочку должны привести вчера у нас местах вот тут еще полно места влезет главное еще поддоны зацепить не забыть а то не она отгрузку на озон пригождаются они вот таким вот образом в такой обрешетки приезжают груз из китая получается на поддонов если есть необходимость вот особенно когда его забирают но собирают вот такой формат мы дали вот это обрешетку как обычно нужно ты утилизировать потому что утилизация здесь вот транспортной компании это стоит денег вот она проще грубо говоря там какой ближайшему сурку заехать и отгрузить потому что как говорится все что сэкономлено это значит заработано а то что деньги не потратили на утилизацию пойдут на закуп товар например кто-то скажет фигня мелочь что с этой маленькой суммы сделаешь который ты из сэкономленных денег с утилизации стоял на почему в купил какой-нибудь товар я не знаю 5 единиц по 200 рублей продал каждую там по 800 по 900 уже плюс в принципе из таких моментов и выстроиться бизнес но только уже больших объемах конечно крайности прибегать не надо там везде пытается экономить на каждой мелочи да но по разумному делаем как говорится везде нужен баланс вон рамиль хвастается за вчера горт хорошо заработал сколько получилось говоришь почти четыре косаря да вообще мажор ты сейчас любой клуб с ноги можешь вот так вот на тебе выбивать с такой зарплатой ну и сегодня считай сборка хорошая езда ну поменьше конечно но уже нифига себе все соберешься одни успеешь нормально это уже реально четыре косаря спешим же вообще мажор да я сейчас я говорю опять вспоминаю когда молодые годы настройки работал за 300 рублей в день 300 рублей ну ладно в казань потом переехал здесь побогаче люди считай там настройками 60 рублей в час платили это вот 60 рублей за 8 часов это как раз таки 68 48 почти 500 рублей выходила но сколько денег на еду уходила ну вот как раз таки покушать это тоже не бесплатно сколько на проезд на автобусе добраться до своей работы и в итоге из них чистыми оставалось наверно рублей пускай сколько 400 может там 350 а этот человек за сутки сейчас может соединенные зарабатывает до 4000 рублей ну ладно это уже хорошо все дайте 4 подписал ручка там же четвертый наш груз приехал наш поддон забрали я думали да один только остался ну ладно сейчас он уйдет еще закинем себе место почти не осталось чтобы вот это вот на утилизацию дрова закинуть все будем делать все погрузка окончена ребята поехали на разгрузку а я здесь вот останусь вот этот груз посмотрю потому что в любом случае утилизировать надо сейчас переставлю машину поближе потому что бардака оставлять за собой нельзя полную машину загрузили мусор горит не влез сейчас разгрузимся поедут груз ай мусор вы получилось вот так накидать коробочки тут коробочки блин объем не маленький около тонны даже чуть больше мне пока вызвалось немного времени оплачу к я лучше коробочки и стрейч пленку потому что это расходы материал закончился надо платить с расчетного счета кстати да по поводу оплаты расчетного счета сегодня в чате ребят которые вот тех лет по продвижению карте брали жаркая дискуссия слышала на эту тему а там наш коллега артем басманов рассказывал как раз таки что как и для чего нужно почему нужно как бы пользоваться бизнес картой почему нужно с расчетного счета оплачивать вот счета не выводить много денег на дебетовую карту кто-то говорит типа раз мы налоги оплатим но платим да ничего страшного можно выводить на дебет вы но нет а он как раз таки сталкивался с этим вопросом и ну в прошлом и как раз таки разжевывает детально вот эту информацию ребятам и вот такие моменты я понимаю что реально классную аудиторию нас там собирается ребята прокачаны со знаниями с опытом помогают друг другу так что ребята все кто там находится в этом чате закрытом и кто смотрит данное видео вам всем хочу сказать огромное спасибо за то что вы есть и помогаете друг другу потому что только вместе мы сможем добиться хороших результатов кстати да друзья мои хочу еще раз напомнить что сегодня 22 апреля уже заканчивается действие дополнительной акции которую я анонсировал буквально два дня назад так что ребята которые хотели по спец условиям взять чек-лист либо по запуску продаж на маркетплейсе wildberries но это пошаговая инструкция вместе с видео уроками где детально постарался разжевать все моменты от начала до первой поставки либо чек-лист по продвижению карточек но самое главное это бонусы которые я как раз таки в предыдущем анонсе и рассказывал в общем рекомендую не упустить момент и взять материал на изучение пока идет дополнительная акция можно конечно будет и потом но как раз таки спецозловий уже не будет и бонусов которые были обещаны предыдущем анонсе точно так что если что пишите мне в контакте ссылка на мой контакт будет в описании под этим видео как обычно сейчас ребятам позвонил говорит мы уже все значит разгрузились и выехали сюда чтобы вот этот мусор закинуть ладно подождем пока марсель в машине а тут теплее вот и марсель подъехал а мы сейчас тест-драйв моим ботинком проведем такое опа-опа нифига себе тут какие лужи марсель за полставки грузчиком подрабатывать начал ладно закинуть надо отвести уж все добро закинули можно ехать на мусорка да марсель на все мусор выгрузили можно двигаться в сторону парковки чтобы в каршеринг оставить марселя забрать и ехать уже в офис работать спокойно вот так вот друзья мои проходят будни предпринимателя иногда не только сидеть за компьютером карточки создавая там я не знаю контент пилить картинки делает там товары искать на китайских сайтах с поставщиками говорят но иногда приходится работа и руками как видели в данном видеоролике пока как то так надеюсь видео было для вас полезным интересным если все понравилось не забудьте поставить лайк нажать на колокольчик где-то здесь чтобы не пропустить следующие видеоролики ну и задавайте свои вопросы в комментариях ниже под этим роликом следующих видео постараюсь на них тоже ответить ну ладно я пока вот приехал на склад а то работа и выше крыши на самом деле одних видосик их далеко не уедешь как говорится надо и поработать вален так обидно самом деле сейчас вот только заметил что когда разгружали я кажется гвоздиком деревяшки куртку свою новую продырил что делать мне теперь ладно чё расстраиваться в офис пойду работать отвлекусь хоть немного от этого печального события говорила же мне жена возьми с собой сменную куртку старую для таких вот дел нет не послушался ладно друзья слушайте своих жен иногда не оказывается дело говорят все спасибо за просмотр всем пока увидимся в следующих видео